Всем привет. Эр-Рамади, город в центральной части Ирака. Административный центр провинции Анбар. Расположен примерно в 100 километрах к западу от Багдада, на высоте 50 метров над уровнем моря. К северу и западу от Эр-Рамади протекает река Ефрат, на восток и юг растянулись пригороды. Город был основан в 1879 году. Население Эр-Рамади составляет 874-543 жителей. 2005, по другим данным, превышает 400 тысяч. Большинство жителей, мусульмане-суниты из племени Дулаем. Эр-Рамади считается юго-западной вершиной суннитского треугольника в Ираке. Город занимает стратегическое расположение на Евфрате и на дороге на запад в Сирию и Иорданию. Это сделало его центром торговли, благодаря которой город добился значительного процветания. В ноябре 1917 года во время Первой мировой войны здесь сражались британские силы под командованием генерала Мода. При оккупации Ирака со стороны США город был центром сопротивления. Поскольку здесь проходит основная железнодорожная ветка, ведущая в Сирию, американцы долгое время подозревали, что в Рамади находится военная база повстанцев. После вывода американских войск из Ирака в 2011 году за город спорили правительство Ирака и экстремистская группа Исламское государство Ирака и Леванта. ИГИЛ В мае 2015 года исламисты захватили город. 28 декабря 2015 года иракское правительство заявило, что смогло отбить Рамади у ИГИЛ. В начале 21 века Рамади расположен на площади около 15 километров с востока на запад и на 12 километров с севера на юг. Центр города плотно застроен. К востоку от центра города расположены пригороды, на юге – кварталы, примыкающие к железнодорожной линии между Багдадом и Хаддитой, и на западе – каналу Хабания. Также пригороды примыкают к городу на западе и северо-западе. Центр города соединен с пригородами двумя основными мостами, одним через Эфрат и другим через канал, в то время как западные и северные пригороды связаны крупной магистралью, пересекающей Эфрат к северу от города. Различные племенные группы живут в отдельных районах в пригородах, с десятками шейхов, отвечающих за поддержание безопасности и благополучие их конкретной группировки. Пригороды изрезаны каналами, которые используются для орошения сельхозугодей вокруг города. Японцы построили городскую больницу из семи этажей, это самое высокое здание в Ромади. Город был сильно поврежден во время войны в Ираке и боев с повстанцами. Многие здания были разрушены или стали необитаемыми. Ромади находится на плодородной, орошаемой, алювиальной равнине, в пределах иракского сунницкого треугольника. Поселение в этой области существовало уже к 1836 году, когда британский исследователь Фрэнсис Роуден Чесни прошел на паровом катере по Йоффроту. Он описал это поселение как очень маленький городок и отметил, что черные палатки бедуинов можно увидеть вдоль обоих берегов реки на всем пути от Ромади к Фолудже. Современный город был основан в 1869 году Медхат Пашой Османским Вали, губернатором, Багдада. Османы стремились контролировать ранее кочевое племя Дулаем в рамках программы усмирения бедуинских племен Ирака посредством предоставления им наследственных земель, в надежде, что это крепче привяжет их к государству. Ромади был описан в 1892 году как самый активно развивающийся город во всей долине Ефрата. Он имеет телеграф и обширные государственные постройки. Базар очень большой и хорошо заполненный. Сэр Джон Бэггат Глаб прибыл в город в 1922 году, чтобы сохранить хрупкий плавучий мост через реку, покоящийся на лодках, сделанных из тростника и обмазанных битумом, как он выразился. Ромади дважды стал ареной боев между британцами и турками в рамках Первой мировой войны. В марте 1917 года отступившие из Фолуджи турецкие войска укрепились в Ромади. Британская армия генерал-лейтенанта Мода попыталась изгнать турецкий гарнизон в июле 1917 года, но столкнулись с серьезными трудностями из-за исключительной жары как днем, так и ночью. 600 британских солдат. Плюс кавалерия. Противостояло тысяче турок с шестью артиллерийскими орудиями. Нападение британцев закончилось провалом, истощение, дезорганизация и неожиданная песчаная буря вынудили Мода прекратить атаки с большими потерями. Более половины из 566 британских потерь были вызваны тепловыми ударами. Мод снова попытался взять Ромади во время прохладного периода в сентябре 1917 года. Атака генерал-майора Брукингса была лучше организована, британцам удалось отрезать туркам путь к отступлению, и многие солдаты турецкого гарнизона были убиты или вынуждены сдаться. Таким образом, англичане смогли взять Ромади под контроль. Ромади вновь стал ареной боевых действий во время Второй мировой войны, после Иракского переворота 1941 года. Лидер переворота, Рашид Али Аль-Гайлани, инициировал осаду британской базы ВВС Хабания около Ромади. Это привело к британской контратаке и краткой англо-иракской войне. Иракская бригада заняла Ромади под предлогом учений. Британцы сформировали специальную группу войск Хатфорс и стремительно отбили Хабанию, что позволило им захватить контроль над Ромади. Плотина Ромади была построена недалеко от города в 1955 году, чтобы наполнить водой озеро Эль-Хабания к юго-востоку от города. Университет провинции Анбар был основан в городе в 1987 году, благодаря чему в городе сложилась более либеральная и светская культура, чем в других городах Суницкого треугольника. Многие высокопоставленные чиновники правящей партии БААС были родом из Ромади. Его местные элиты были тесно связаны с режимом. Племена Анбар в городе и его окрестностях были в значительной степени лояльны режиму, в Ромади базировались подразделения военных инженеров, иракской армии, спецназ, проживали многие активные и вышедшие на пенсию высшие офицеры. Ромади был ареной крупномасштабных демонстраций против Саддама Хусейна в 1995 году, что было уникальным для городов Суницкого Ирака, где поддержка Саддама была значительной. Демонстрации были вызваны казнью Саддамом видного члена племени Дулаем, генерала ВВС Мухаммада Аль-Мадхлума Дулаеми, и трех других офицеров из Ромади. После их казни тела были отправлены в Ромади. Силы безопасности подавили демонстрации, и Саддам впоследствии относился к членам племени Дулаем с подозрением. Политика дебасификации и расформирования иракской армии, проводимые США после вторжения в Ирак в 2003 году, в Ромади проходили особенно трудно из-за его тесных связей с партией и армией. Многие высокопоставленные чиновники и военные деятели города вдруг оказались исключены из общественной жизни. Это привело к эскалации насилия в городе и началу атак против коалиционных сил. В результате Ромади стал очагом мятежа между 2003 и 2006 годами и сильно пострадали во время войны в Ираке. После вывода коалиционных войск в 2011 году Ромади стал предметом споров между Ираком и экстремистской группировкой Исламское государство Ирака и Леванта. ИГИЛ. 15 мая 2015 года Ромади был захвачен исламистами. CNN сообщала, что боевики ИГИЛ захватили в плен более 50 сотрудников служб безопасности города во время штурма. Флаг ИГИЛ был поднят на здании мэрии Ромади. К 17 мая 2015 года Ромади был полностью захвачен боевиками ИГИЛ. В ноябре 2015 года иракские правительственные войска завершили окружение Ромади. 22 декабря армия Ирака начала операцию по освобождению Ромади от ИГИЛ. За несколько часов иракская армия заняла несколько центральных кварталов Ромади. В 27 декабря город был зачищен. 28 декабря 2015 года правительство Ирака официально заявило, что отбило город у ИГИЛ. В тот же день иракские военные захватили одного из лидеров ИГИЛ в Ромади и освободили от террористов правительственный квартал Ромади. Позже иракские военные опровергли сообщение о полном освобождении Ромади. По состоянию на 28 декабря 2015 года от террористов ИГИЛ освобождено 80% Ромади. Остальные боевики ИГИЛ направились на северо-восток города. 10 февраля 2016 года от иракских властей пришло последнее сообщение о полной зачистке города от ИГИЛ. Ромади стоит на важном торговом пути, ведущем через пустыню в Иорданию и Средиземное море. Через город проходит главная дорога между Аманом и Багдадом. Железнодорожная линия также проходит через южную окраину города, направляясь на восток к Багдаду и на запад к сирийской границе. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи!